У классика нехорошая квартира. Здесь же на Первой Полевой нехороший дом. Два года назад здание стало яблоком раздора двух крупных компаний. А крайними оказались, как это водятся, жильцы. Но начнем по порядку. Знакомьтесь, Анатолий Константинович Маслов. По специальности инженер-строитель с 50-летним стажем. 30 лет проработал в Москве на руководящих должностях. Никогда не думал, что окажется жертвой строительной махинации. И вся история состоит в том, что произошла с нами. Это только из-за того, что мошеннических действий, осуществленных подрядчиком-инвестором, при очень такой большой поддержке органов УМВД, этих самых наших районных городских чиновников и поддержки органов прокуратуры, я смело говорю, и судов. Причем здесь такие серьезные структуры. Все просто. Заказчик строительства – гарант честности и надежности УМВД по Ивановской области. Получив от муниципалитета землю на первой полевой, управление заключает договор с некой подрядной организацией, известной в Иванове строительной компанией, чтобы та организовала возведение дома для сотрудников структуры. Компания с уставным капиталом в 14 тысяч не имеет ни денег, ни своей техники, ни, как говорится, каких ресурсов. И строит, берется этот дом. Она, в свою очередь, заключает, находит добросовестного подрядчика, скажем, на установку окон и предлагает, согласно договору, заключает договор оплату произвести взаимозачет квартирами. Девять квартир. Одну из этих квартир еще на стадии строительства дома и приобрел наш герой. Так же, как и несколько других семей. Галина Солонина, бюджетник, позволить себе отдельную квартиру не может. Вместе с мужем живет у родителей. Когда получила в наследство сумму, достаточную для покупки собственной жилплощади, не раздумывая, обратилась в агентство недвижимости. Агентом я была заверена, что пакет документов весь проверен, юридически он правильно составлен. При обращении к подрядчику Тихонову было тоже все уверения получено с его стороны. Помимо дома на Первой Полевой, в рамках контракта оконщик должен был организовать монтаж оконных блоков в здании УМВД на Кузнецова и в неком таунхаусе на 7-й Вишневой улице в местечке Авдотина. Полицейским, видимо, тоже красиво жить не запретишь. По признанию предпринимателя, подвоха он не ожидал. Во-первых, город небольшой, все друг друга знают. Во-вторых, раз знакомые привезли, может быть, немножко потеряли бдительность. Это раз. И плюс, все равно вся документация проходила через юристов. В декабре 2011 года дом официально сдали в эксплуатацию. Никаких нареканий у Гостроенадзора, тогда еще возглавляемого Владиславом Будрейко, не возникло. Собственники квартир уже выбирали цвет будущих обоев. Но неожиданно процесс застопорился. Спустя два месяца после приемки дома генподрядчик подает в суд на оконную компанию с требованием аннулировать сделку и вернуть квартиры. Нас перестали пускать на бед. Без объяснения причин. Нам не нравится еще. Мы не хотим, чтобы вы там были. На тот момент окна были установлены практически во всем доме. Оставались лишь мелкие доработки. Но генподрядчик заявил, что работы сделаны некачественно и не в срок. И заказывает экспертизу по окнам, которая вскрывает многочисленные недоделки. Хотя, по словам оконщика, генподрядчик и сам опаздывал по срокам строительства. Из-за того и неразбериха. Конкретно по полевой, да, то есть там фасады не было, да, то есть нельзя было установить не окна, а, допустим, отливы, да, то есть нельзя было там подоконники, ну, ручки установить. То есть вот такие вот мелкие вещи, да, то есть невозможно было установить на тот момент, поэтому как бы их и не сделали. Возникает еще один немаловажный вопрос. Если окна в доме в таком состоянии, почему это не отображено в акте приемки дома, прошедшем буквально за три месяца до независимой экспертизы? Или окна испортились за это время? Почему в ней не отображены другие проблемы дома? По тому же фасаду, к примеру. На наш запрос правительство региона ответили сухой отпиской. На момент приемки застройщикам в службу были предоставлены сертификаты, подтверждающие на тот момент надлежащее качество оконных блоков. Визуально определить их недостатки на момент приемки не представлялось возможным. И взятки гладки. Получается, генподрядчику поверили на слово. Те девять квартир застройщик тут же перепродал другим людям. Теперь первые покупатели остались в буквальном смысле у разбитого корыта. Наши квартиры, девять квартир, проданы второй раз людям с этими же окнами. Ну что ж это такое? Если некачественные, то, господа, тогда где же наша государственная служба? Почему она так принимала? Почему мы-то виноваты в этом? А ведь еще полгода назад другие жильцы дома, те, кто уже въезжал в свои квартиры, жаловались на отсутствие коммуникаций. Заметим, не на окна. Совпадение или нет, но в полускандалы с собственником, под шумок руководитель госстроенадзора, принявшего дом, ушел на заслуженный отдых. На пенсии бывший чиновник ни в чем себе не отказывает. По фотоальбомам на его страничке можно учить географию. Мексика, Майорка, Шри-Ланка. А вот он у себя дома. А еще говорят, пенсионерам плохо живется. А тем временем Анатолию Константиновичу на пенсии не так беззаботно. Вместе с остальными неудавшимися собственниками квартир он бьется с генподрядчиком. Люди живут от суда до суда, пытаясь перед законом отстоять свое право на купленное ими жилье. В результате мы не имеем ни квартир, не имеем ни денег. И господин Крайнов, оконщик, который потратил все деньги, по его уверениям, на вставку окон, денег этих не имеет, их и не будет. Соответственно, мы остались безо всего. Квартира продана второй раз. И надежды, в общем-то, у нас нет ни на что. Ни на денег, ни на квартиру. И нет надежды на справедливое решение этого вопроса в принципе. У руководителя оконной компании теперь тоже сплошные суды. Они на нас подали в суд. Якобы у них были какие-то там потери, да, то есть денежных средств по зданию УВД в частности. На что пришли документы из Москвы и акты выполненных работ, что им все это закрыто в один... или в одиннадцатом году, да, то есть десятый-одиннадцатый год. Все деньги они получили в полном объеме, и там даже написано, что они вводят суд в заблуждение, да, то есть они говорили, что таких документов нет с самого начала. Сейчас они пришли из Москвы, и документы на самом деле есть, да, то есть, ну, ребята врут, явно врут. Получается, окна в здании УМВД и в этом злосчастном доме на Первой Полевой установлены бесплатно, а точнее за счет несостоявшихся квартирантов. Он получил 13 миллионов денег в виде материальных ценностей. Это окон, мы их заплатили. Теперь 13 миллионов он получил, продав 9 квартир второй раз. И теперь уже есть у меня достоверные данные. Они подтверждены в арбитражном суде последние 20 или 19 декабря. Официальная бумага. И сейчас есть вынесено определение от 26 декабря, где сказано, что деньги по УМВД еще в 2010 году из российского бюджета, федерального бюджета, согласно сводного сметного расчета и смет, значит, товарищу Тихну КСК, где он является одним из субподрядчиков, там деньги оплачены. Мало того, что они сдавались с нашими окнами, да, тут сейчас какие-то окна поменяли люди, да, то есть, потому что, ну, я вам могу сказать, что в каждой створке окна фактически, ну, в большинстве, наверное, да, последняя экспертиза показала, вкручен саморез, да, то есть, ну, понятно, что ни один оконщик сам себе саморезов она вкручивать не может, да, то есть, я не хочу никого обвинять, конечно, да, но и также любая экспертиза, которую человек наймет, да, то есть, скажет, что это окно необходимо выбросить и поставить новое. Теперь вот Анатолий Константинович регулярно пишет и в прокуратуру, и в чиновничьи инстанции, но дело не движется с мертвой точки. Не жильцы остались у разбитого корыта, а точнее у дома, где уже давно должны были отмечать новоселье. Я сейчас готовлю письма, все равно дальше писать, я буду добиваться, и хочу сказать, когда же все-таки власть любого ранга, начиная, как говорится, уже не говорю там до российской, а до этой, перестанет народ обманывать, считать нас за быдло или кого-то. Ну, нельзя же, в конце концов, если вся в стране, на всех уровнях говорят, что давайте это самое, но все равно продолжают нас все обманывать. Но в ответ приходят те же шаблонные отписки, а правосудие не только слепо, но и глухо к обращениям граждан. Собственники-нежильцы постепенно теряют надежду добиться ответа на свой квартирный вопрос. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.